Кто-то занимается хендмейдом, да, делает какие-то разные классные поделки, подарки для того, чтобы подарить. Кто-то вот на модельные конкурсы ездит, а кто-то занимается активно спортом и достаточно хорошие результаты в столь юном возрасте уже их добиваются. Собственно, друзья, у нас сегодня на повестке дня еще и, конечно же, да, в нашей жизни спорт, разумеется. Это самая главная неотъемлемая часть, потому что оздоравливаться должен человек каждый-каждый день. Ну и, разумеется, в Уфе со спортом у нас все отлично, все классно. И вы в этом сейчас можете сами, в принципе, убедиться, потому что наши гости приехали сюда для того, чтобы похвастаться, какие классные соревнования, во-первых, прошли, ну и, разумеется, о каких победах и достижениях они сейчас прям нам, собственно, и поведают. Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях вице-президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан, главный тренер сборной команды Башкортостана Радмир Ильдусович Хайрулин. Здравствуйте. Также победитель первенства России Денис Ишмуратов. Денис, привет. Можешь вот так вот показать, да? Победитель первенства России Евгения Аркадьева. Здравствуйте. И серебряный призер первенства России Кирилл Фадеев. Здравствуйте. Что же за первенство России, друзья, совсем недавно было? Ну, с 10 по 14 апреля проходило первенство России по спортивной борьбе дисциплины «Танкратион» в городе Санкт-Петербурге, где приняло участие около 1400 спортсменов из 60 регионов России. И наша дружная большая сборная в возрасте от 12 до 19 лет заняла первое общекомандное место. На данных соревнованиях у нас участвовало 73 спортсмена от Республики Башкортостан. Слушайте, это достаточно хороший такой показатель, да, и по количеству спортсменов. А что за спорт, вид спорта «Панкратион»? Что это такое? «Панкратион» — это одна из дисциплин спортивной борьбы. В спортивную борьбу входит греко-римская борьба, вольная, грэплинг и «Панкратион». То есть это как в плавании кроль, брас на спине. Тут тоже самое у нас. То есть это вид спорта «Спортивная борьба», где разрешены удары руками, ногами, болевые, удушающие приемы. — Почему вот среди такого большого разнообразия, да, которое мы сейчас обсудили, ребята, вы именно выбрали «Панкратион». Вот каждый, мне хочется интересно каждого послушать. Ну, давай, Денис, я начнем. Ну, мне понравилось, потому что там много приемов и там много разнообразия, там всякие борьба, ударки, потом удушающие, болевые, там всякие приемы и все такое. — Так, Кирилл, а ты почему выбрал? — Потому что есть борьба. — Самое главное. — Борьба, да. — Ага. Так, ну и вот, например, Евгения, почему вы выбрали этот вид спорта? — Изначально у меня сюда ходил мой младший брат, потом меня родители решили привезти, посмотреть, как они занимаются. Мне очень понравилось, я решила тоже ходить сюда на тренировки. — То есть это не только чисто мужской вид спорта, как вот все привыкли, да, в привычном нашем понимании, борьба, спортивная, значит, то, что только парни должны заниматься. — Ну, вообще, у нас очень сильная женская сборная. Про этих ребят я могу сказать, что для них есть такая поговорка «стабильность – признак мастерства». В прошлом году было первенство России, Евгения Аркадьева также стала первой, Денис Ишмуратов также стал первым. И Кирилл Фадеев также стал вторым. Но в этом году, на самом деле, второе место для него – это очень хороший результат. Я объясню сейчас почему. Отлично были готовы, прошли сборы, сборные команды. Все отобрались на округах. То есть у нас не может так... Человек захотел и поехать на Россию. То есть нужно пройти республику, нужно пройти первенство Приволжского федерального округа. Оттуда уже тройка едет на Россию. И за день до соревнований у него была 39 градусов температура. Он лежит, мы уже начали его отпаивать, жаропонижающими, отдыхать, спи, отдыхай. То есть с утра встает и говорит, что-то у меня сил нет. Мы ему дали еще таблеточку. Все вроде продышался, настроили. После каждого боя спать, пожалуйста. Притом все поединки уверенно выиграли. У него четыре боя он так выиграл. В финале проиграл на один балл. 5-4. Ну, конечно, мы надеялись на золото, но вот я говорю, ребята, Ишмурат, Денис, молодцы. Они в прошлом году, кстати, в финале дрались друг с другом. В этом году Фадеев перешел в следующую категорию. И Евгения. То есть два раза стабильный результат у них. Это говорит о том, что мы в правильном направлении, что идет большое развитие спортивной борьбы именно там, Картен. Сейчас у нас порядка, наверное, 30-40 клубов на республику. Один из самых массовых регионов на округе. Мы вывезли в этом году 146 спортсменов на округ. То есть это рекордно. Поэтому у нас еще очень хорошо взаимодействует с Федерацией спортивной борьбы. То есть очень помогает. Морзаев Алан Викторович у нас президент Федерации. То есть постоянно нам надо сборы, нужно финансирование. То есть очень идет большой акцент на спортивной борьбе. Ну и в принципе сегодня вообще в условиях сегодняшнего дня спорт в республике Башкортостан живет, процветает и продвигается. То есть развитие, да. И возможно, что сейчас зрители, которые нас смотрят, да, заинтересованы именно конкретно в спортивной борьбе, допустим, в панкратионе. С какого возраста лучше всего начинать заниматься? Ну, тут уже дело каждого родителя. Кто-то хочет с детства отдать. Но не позднее 9 лет точно. То есть как раз таки вот 5 лет рановато. 6-7 вот потихоньку начинает. То есть там подвижные игры, акробатика, да, элементы борьбы начинаются. Вот такие просто. Когда рано отдаешь, допустим, 4 года есть, то в 3 отдают, да? Ну, это неправильно. Это мое мнение. У меня уже тренерский стаж более 15 лет. Среди воспитанников, там, и чемпионы мира, и Европы, и все. Ты отдаешь рано в 3 года ребенка, в 13 лет у него уже нет вообще никакого стимула. То есть оптимальный возраст где-то 7, 6, 7, 8 лет. Все зависит от ребенка. А вообще вот если говорить, да, про детей, про девчонок, если вы сказали, что сборная достаточно сильная именно в республике, много ли сейчас вообще девочек занимается в вашем конкретно клубе? Или может быть какая-то есть статистика по республике, если вы ее знаете? Ну, где-то процентов 15-20 точно девочек у нас есть. У нас много трехкратных победителей первенства России. Двухкратных. То есть девочки, кандидаты мастера спорта, мастеров спорта девочки тоже есть. У нас вот в Физале из Ишимбая девочка, мастер спорта, чемпионка России. Поэтому есть на кого равняться, есть на кого смотреть. В истории панкратиона в республике, то есть где-то 6-7 мастеров спорта, именно девочки. Призерки мира, чемпионки России. Классно. Слушайте, ну а вот процесс вообще сам вот тренировочный именно, он насколько, так скажем, затратный, возможно, да, именно по времени? То есть сколько нужно, допустим, заниматься спортсмену для того, чтобы подготовиться к каким-то хорошим результатам даже на минимальном уровне соревнований? Ну, смотрите, начнем давайте с самого малого. То есть спортсмен приходит 3 раза в неделю. Не нужно изначально родителям каждый день таскать ребенка. Ребенка должно быть детством. Потом уже начинается этап высшего спортивного мастерства. То есть ребята уже занимаются каждый день. То есть занимаются, выступают на соревнованиях. Если уже отборочные, то отобрались на республике. На округ желательно уже 2 раза в день заниматься. Но опять-таки нужно это все грамотно выстраивать. То есть должен быть пик спортсмена пойман именно на момент соревнований. То есть, допустим, если вы будете каждый день по 2 тренировки делать, и перед соревнованиями тоже 2 тренировки, то у вас спортсмен приедет, никакого результата не покажет, потому что он истощен. То есть начинается плавно самая высокая нагрузка и плавный спуск соревнований. А так вот у нас почему такие хорошие результаты? Это стабильно 3-4 сбора в год минимум. Это стабильные соревнования. Стабильная работа со сборной, вы их знаете. То есть мы там делаем спарринги, у нас ребята ездят друг к другу в клубы. Поэтому и такие даже нехорошие, отличные результаты. У нас в этом году 10 золотых, 11 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. Всех спортсменов. Ну, не зря же мы являемся сильнейшими в стране. Мы обходим Дагестан, Москву и еще крупные города, Санкт-Петербург. По количеству медалей в этом году, как и в прошлом, у нас тоже стабильность, признак мастерства, первое командное место. Так, ну признак мастерства еще, конечно же, это показательная часть выступлений. Может быть, ребята смогут показать какие-то комбинации или хотя бы пару приемчиков? Конечно. Давайте вот Денис с Кириллом покажем. Давайте, давайте. Мы чуть-чуть вот можете вперед выйти. Так, не так далеко. Все. Ага. Я предлагаю Денису просто кинули двоечку, легко в голову, и слева ноги Кирилл перекроссер, а потом Кирилл может пробить по росту и сделать бросочек, аккуратно поднять. Давай. Раз, два, три. Угу. Кирилл сделай. Раз, два. Оп. Вот движет. Оп, и унес, и унес, и унес куда-то далеко. Слушайте, ну в принципе, да. Возвращайтесь, ребята, обратно. Хочется быстро, буквально вот в мгновение, да, спросить, где вы конкретно находитесь, как вам попасть на занятия, если вдруг наши телезрители захотят привезти к вам своих детей. Ну, ребята вот тренируются в клубе «Комбат» в городе Уфа, то есть это «Мингажа» 127, «Кольцевая» 8, а Денис тренируется в городе Салават. Угу. То есть у нас это сборная. Это, конечно, не все наши спортсмены-призеры. Понимаю. Отдельно БСТ, да, отдельно другие телеканалы были, поэтому. И по поводу приемов, конечно, если бы здесь были либо маты, это было бы намного динамичнее, быстрее, взрывнее, потому что у ребят было очень много поединков, красочных таких, на характере. Поэтому если вы в следующий раз, когда мы, дай бог, выиграем, в третий раз, вы приготовите нам мат, или мы вам привезем, мы вам покажем динамичное выступление обязательно. Записали сейчас наши администраторы все-все. Хорошо. Итак, получается, можно, в принципе, обратиться как в Федерацию спортивной борьбы и республики, так и в спортивные клубы, которые находятся по клубам. Ну что, ребят, я вам желаю, конечно же, всевозможных дальнейших очень крутых побед, ярких побед, честных боев. Ну и, конечно же, приходите к нам на телеканал вновь хвастаться, рассказывать о своих победах, о своих соревнованиях и о своих впечатлениях. В принципе, дорогие друзья, ребята рассказали максимально все интересно. И хочется, кстати, еще передать привет моему другу Ильясу, который очень тоже заинтересован в занятиях панкреционом. Субтитры сделал DimaTorzok